Добрый день! В Москве заканчивается рассмотрение дела Игоря Пушкарёва, Андрея Пушкарёва и Андрея Лушникова. Процесс выходит уже на финишную прямую, извините меня за такую спортивную терминологию. И вот на минувшей неделе были чрезвычайно важные слушания. Сегодня выступали эксперты со стороны защиты и начал выступление и сам главный обвиняемый Игорь Сергеевич Пушкарёв. Вот в пятницу он целых три часа держал речь перед судом, очень подробно и аргументированно сказал, что он думает об этом обвинении. И сегодня, в понедельник, заседание суда продолжится и его будет уже допрашивать сторона обвинения. Вот сегодня у нас в студии Радио Ремы тоже два эксперта. Один из них даже прикоснулся к этому историческому процессу. Он может себе поставить какую-нибудь галочку в своем дневнике, если у него есть. Потому что господин Зеленский, Юрий Витальевич, выступал в этом суде и произвел хорошее впечатление. Юрий Витальевич был экспертом со стороны защиты и он говорил, какая... Нет, скажи мне так. Главная сторона обвинения строится на том, что Игорь Сергеевич Пушкарёв нанёс ущерб городу Владивосток. Это обвинение построено на данной одной экспертизы, которую заказывала сторона следствия и обвинения. А вот Юрий Витальевич сказал, что у него другое мнение. И, конечно, уже регулярным участником обсуждения нашего этого дела стал Антон Бушмаков, который всегда приятно разбавляет нашу компанию своими правильными юридическими комментариями. Доброе утро. Добрый день, Юрий Витальевич. Добрый день. Ну, я сначала сразу же разбавлю своим юридическим комментарием. Мой статус был... Юридическим? Да, юридическим. Как вас так представили? Статус был не эксперт, а специалист, потому что... А есть разница, да? Есть разница. Но я сейчас не хочу... Это уже не моё поле деятельности, поэтому, если нужно будет прокомментировать, значит, коллега прокомментирует. Вы были специалистом. Да, просто статус специальный специалист. Смысл моего выступления, моего исследования по адвокатскому запросу заключался в том, чтобы проверить вообще обоснованность того, можно сказать, краеугольного камня в обвинении. Так. Это то, что МУП «Дороги Владивостока» покупал цены, группа материалов покупал по ценам выше, чем средние рыночные цены. Сейчас, Юрий Тович, я на смену вас прерву, чтобы просто правильно сказать тоже. Значит, экспертиза была заказана специалистом Приморского оригинального центра по ценному образованию в строительных материалах, в строительстве и в промышленности. И они установили превышение среднеоригинальных цен на строительные материалы. Да, да, да. Это было одно мнение нашими солистами. Вот смотрите, значит, обвинение строится на том, что был причинен ущерб городу, потому что МУП «Дороги Владивостока» покупала группа компаний «Восток-Цемент», ну, в котором, естественно, Пушкулев определенный интерес имеет понятным причинам, покупил материалы в целом за период с 2009 по 2012 год на 123 миллиона дороже. То есть, таким образом, соответственно, и был причинен ущерб интересам города. Мне, да, и эксперты отвечали на вопрос следствия о том, значит, нужно им было сопоставить те цены, по которым были поставки в адрес МУП «Дороги Владивостока» с некоторым среднерегиональным уровнем цен. И потом уже сделать свои выводы. Я прошу прощения, слово «регион» означает что? Приморский край нет. Ну, если региональный, значит, Приморский край. И я попозже об этом скажу, потому что мое исследование, которое я делал на основании адвокатского запроса, оно состояло из двух частей. Первая часть — это выполнить анализ действительности регионального рынка объективный и посмотреть, как те цены, по которым были поставки в адрес МУП «Дороги Владивостока», они соотносились в действительности со среднерегиональными ценами. А вторая часть исследования заключалась в том, чтобы посмотреть, а как эксперты получили свой результат, то есть выполнить рецензирование их экспертного заключения. То есть, такая контрольная работа, да. Ну, можно как угодно это назвать, но на самом деле, просто понимая вообще методы расчета, нужно было посмотреть саму методологию и то, насколько корректно выполнены экспертами расчеты, насколько верен тот вывод, который они сделали. Поэтому я и хотел бы, если мы разговариваем, то по порядку. Да, по порядку. Первая часть и вторая часть исследования. Давайте, первая часть. Вы сами провели исследование. Да, это, значит, исследование, которое связано с независимым анализом, объективным анализом ситуации на рынке. Какие были именно фактические среднерегиональные цены. Для того, чтобы это понять, я сделал достаточно простую, понятную, логичную вещь, которая, в общем-то, она стандартно описана в литературе маркетинга. Я проехался по всем, ну, естественно, те, кто согласились дать свою информацию, это большинство, это 95 организаций. В Приморском крае, да, 95 организаций. И получил от них, непосредственно от них, я получил те прайс-листы, которые действовали в период с 2008 по 2015 год. То есть это была первичная информация. Первичнее просто быть не может. Поэтому в основе моего исследования лежит вот такая объективная информация. Это означает просто, что я там, конечно, могу добавлять какой-то свой субъективизм. — Цифры есть цифры. — Да, но цифры есть цифры, это объективная информация. И математика, с помощью которой я обрабатывал, это математика. Тут никакого субъективизма быть не может, это простейшие действия. — Даже арифметика, наверное. — Даже арифметика, в принципе, потому что математика, арифметика, часть математики. Но смысл в том, что на самом деле там никакие ни дифференциалы, ни логарифмы, ни интегралы не применялись. А действие было простое. Нужно было посчитать средние цены, которые были на рынке. То есть если я видел, что какой-то квартал, предположим, там разные организации продавали какие-то материалы, с несколько разным ценам, то просто бралось средние из этих величин. Вот и все, вот и вся математика. И вот эти полученные, рассчитанные средние региональные цены, а это уже были действительно средние региональные цены, они получены на основании вот этой самой первичной информации непосредственно от поставщиков. Они сравнивались с теми ценами, средними ценами за квартал, по которым были поставки в адрес МУП дороги Владивостока. Но тут немножко более сложная математика на один, так сказать, грамм, потому что там брались не средние цены, а средние взвешенные цены, то есть с учетом того, какие были объемы тех или иных поставок по тем или иным ценам. Поэтому просто суммарная за квартал цена всех поставленных материалов делилась на весь объем. И получалась средняя за квартал величина одного вот этой одной единицы объема, там за одну тонну или за один метр кубический. То есть это более как бы правильный, точный расчет. И вот эти вот средние цены, по которым были поставки в адрес МУП дороги Владивостока, я уже сравнил с теми ценами, по которым были поставки, то есть по которым характеризуют средние региональные цены. И выяснилось на самом деле следующее, что если мы проводим такое объективное исследование, то только в 2008-2009-2010 году цены были несколько, вот эта разница была незначительная. То есть значительные были чуть выше, да? Они были чуть выше, да. Я подтверждаю, что они были, ну, примерно по средне-региональным ценам и были продажи первые три года. Это 2008-2009-2009 год. А начиная с 2011 года цены, по которым были поставки в адрес МУП дороги Владивостока, они были уже существенно ниже, чем вот эти самые средне-региональные цены. Правильно я понимаю, что завышение цены, относительно превышение цен было незначительным, а уменьшение цен было значительным от средней. Было не превышение, оно было всеми, в общем-то, получается, по этим исследованиям, получается, что всеми была разница в пользу МУПа. Но в первые три года эта разница, она в пределах, ну, называется, покрешности. Плюс-минус. Средняя величина – это что такое средняя величина? Кто-то дороже, кто-то дешевле продает. И поэтому средняя величина, она, ну, не сказать, некоторая условность все-таки. Потому что есть те, кто продают и дороже средней величины, а есть те, которые, естественно, продают меньше этой величины, поэтому получается средняя. Вот, поэтому главное то, что вот в первые три года продажи были примерно по этим самым средним ценам, но несколько ниже, чуть-чуть ниже. Потому что, я еще говорю, что средняя цена, значит, кто-то, может быть, и ниже поддает. То есть, были совершенно адекватные ситуации, рыночные ситуации. А вот, начиная с 2011 года, поставки в адрес НУД дороги Владивостока со стороны группы компаний «Восток Цемент» были уже по существенно более низким ценам, чем то, что мы видим на рынке. И в итоге, вот, за весь этот период, с 2008 по 2015 год, накопилось... Не 2012, а 2015, как вы считаете. Вот, исследование я делал за весь период, вот это исследование. Это за весь период, когда взаимодействовала группа компаний «Восток Цемент» с МОП «Дороги Владивостока». Это с 2008 года по 2015 год включительно. И вот за этот период МОП «Дороги Владивостока» получила финансовый эффект от такого взаимодействия 342 миллиона в плюс. То есть, это было выгодно МОП «Дороги Владивостока». То есть, группа компаний «Восток Цемент» продала материалов дешевле МОП «Дороги Владивостока», чем если бы МОП «Дороги Владивостока» покупала эти материалы на рынке. ну, другой компанию или других компаний, на 342 миллиона рублей. И это, так сказать, объективное исследование. Я не могу здесь ничего подделать. То есть это просто прайс-листы, которые я получил от поставщиков. Сложил и разделил. Сложил и разделил, получил средние величины, вычил эти средние величины, ценовые имеются показатели, из средних цен поставок в Другого Востока, умножил на объем, получил эти две разницы. То есть это очень простая математика. И очень понятная математика. — Тогда почему другие специалисты, те, кто выполняют первую экспертизу из нашего центра расчета по строим материалам, у них другие данные, я правильно понимаю? И вот тут вторая ваша часть, вы старались понять, как они действуют. — Ну да, естественно. — Почему два эксперта рассматривают одну ситуацию на одном рынке примерно в одни годы. Здесь что, не полнота материалов у кого-то была? Что повлияло на то, что у вас здесь расхождение? — Я сейчас поясню, потому что я детально, естественно, понятно, что у адвокатов вопрос этот тоже интересовал, почему получается такая разница. Потому что когда я приступал к исследованию, я сразу говорю, я же не знал, какой будет результат. Поэтому я делал то, что положено было делать. Вот это самообъективное исследование. Когда я получил такой результат и, естественно, рассказал об этом адвокатам, они поставили передо мной второй вопрос, а посмотреть в действительности то, что вы говорите. А как получилось так, что вот этот наш центр, региональный центр по ценно-правильному строительству, его специалисты, получили совершенно противоположный результат. И вот вторая часть моего исследования, она была этому посвящена. — И что вы обнаружили? — Да, я обнаружил следующее. Ну, во-первых, что делали специалисты Центра по ценно-образованию строительства? Они сравнивались не со средним региональным уровнем цен, как вот я вам рассказал, когда я исследовал этот рынок непосредственно. Они использовали в качестве средней региональных цен сметные цены, которые определённым образом были скорректированы для того, чтобы получить отпускные цены. То есть они, соответственно, эти сметные цены, которые публикуются в справочниках, ну, так называемых смета, нашим центрам, не только нашим, это по всей стране вот такие центры, они публикуют такие данные о сметных целях. — Подождите, если я не ошибаюсь, то именно этот центр и делает расчёты, на основании которых и появляются эти сметные цены. — Да. — Получается, они базировались на своих собственных расчётах изначально? — Они базировались на своих собственных данных, которые публикованы в этих справочниках. И не на шаг, не отклонялись, не на первичной информации. Но, естественно, сама идеология вроде как этих справочников, она заключается в том, что эти сметные цены, они должны отражать некоторую, действительно, ситуацию на рынке, они должны исследовать, и они так, вот в методике, там так и происходит. Так и написано, что должны направляться опросные листы в разные организации, а полученная информация должна определённым образом обрабатываться. Проблема, во-первых, в том, что это, на первый взгляд, кажется, что всё правильно. Ну, то есть вот эти сметные цены, они основаны на рыночной ситуации. Но, если мы читаем внимательно эти методические указания, то там находим следующее, что меня, так сказать, и на что я обратил внимание. Это то, что вот этот опрос, он делается не в отношении всех материалов абсолютно, а так называемых материалов представителей. А для остальных материалов делается просто индексация. Ну, по изменению цен для материалов представителей, ну, скажем, вот асфальт-плетонной смеси. Я не знаю их методики точно, потому что она, кстати говоря, в экспертном заключении не описана никак. И это само по себе делает это заключение недостоверным, потому что я бы сейчас всю информацию должен получить из этого экспертного заключения. Как считали, что на что умножали, ну и так далее. Ну, и методика должна быть описана. А там только вот таблица расчётная, и всё. И методика фактически никак не описана. Вот поэтому можно только предполагать. Но смысл следующий. Смысл в том, что Центр по ценообразованию в строительстве, он определяет, или вот этим прямым как бы исследованием делается в отношении определенных материалов. Ну, предположим, допустим, там, скажем, асфальт-бетонные смеси, их там 20 номинований. Вот они выбирают, там, предположим, 3 каких-то номинования. Для них напрямую определяют. Я не знаю, может, 3, может, для 5. Я не об этом сейчас говорю. О том, что не для всех. Не для всех. А для остальных была когда-то определено там какая-то цена, предположим, там, в 2001 году или в 2008 году, я не знаю. И дальше она просто индексируется. Вот для этой смеси изменилась цена там в 2 раза. Ну, значит, для неё тоже в 2 раза. Но для другой смеси, для которой прямым исследованием не определяли цены, может быть, цена изменилась не в 2 раза, а в 1,8 раза, в 1,5 раза. Понимаете? Сейчас, секундочку. Мы сейчас можем в какие-то очень большие дебри забраться. Давайте я вам задам простой вопрос. Давайте, да. Он вот какой. Правильно ли я понимаю, что с вашей точки зрения специалисты нашего центра по ценообразованию строительства, во-первых, взяли не всех участников рынка, во-вторых, взяли не полный перечень материалов, а какую-то узкую его часть. Да, это будет дальше. Ага. Я сначала... Вы хотите, чтобы дебри всё-таки завести? Нет, я не хочу дебри завести, поскольку сама методика у меня вызвала вопросы. Так. Потому что эти сметные цены, они не все получаются в результате прямого анализа рынка. Часть из них просто расчётным образом определяется для того и одного квартала. Это первое. Второе, значит, главная ошибка, то, что допустили эксперты, это то, что они ко всем, все ценовые показатели увеличили на НДС, так называемый, ну, знаем, да, налог на добавленную стоимость. А этого не нужно было делать? Это не нужно было делать, потому что вопрос идёт именно о ценах. Цена не может включать в себя НДС. Цена НДС, налог на добавленную стоимость, он рассчитывается от цены. То есть есть цена 100 рублей, соответственно, налог 18 процентов, ну, сейчас уже 20, да, 20 рублей, и поэтому я вам заплачу 120 рублей, но вы эти 20 рублей перечислите в бюджет. Наши взаимоотношения основаны на том, что я продал вам по 100 рублей, и вот это будет наш финансовый, скажем, итог нашего взаимодействия. А 20 рублей – это от государства уходит. Поэтому если я продал дороже, государство тоже получит дороже. И главное, что вопрос, который был поставлен перед экспертами, был вопрос именно о том, чтобы сравнить цены, по которым были поставки, со среднеоригональным уровнем цен. То есть цен. А цены не могут включать в себя НДС. Поэтому вот это добавление НДС – это уже просто методическая ошибка, которая показывает, что эксперты даже не понимают, что такое НДС. Или делают, например, механически. Более того, они это делают и при составлении сметных, вот справочника смета, там тоже сметы, сметы цены, без добавления НДС. Поэтому зачем они добавляли НДС, мне, честно говоря, просто непонятно. То есть в одном случае, когда они делают свои справочники НДС не очень... Они НДС не добавляют, да, они берут именно цены. Тогда они делали экспертное заключение по запросу средств. Они все ценовые показатели увеличили на НДС, и те цены, по которым были поставки, и вот сметные цены. Какими выводами вы пришли, делая, рецензируя работу центра? Значит, вот я говорю, что, значит, я убедился, что были допущены методические ошибки и расчетные ошибки. Вот первое, так сказать, НДС. Плюс еще там были определенные материалы, замененные одни на другие, взяты сметные цены для других материалов. И в целом, значит, я сейчас скажу, там много было интересных моментов. Значит, в итоге получается следующее. Если я исправлю все вот эти допущенные экспертами ошибки... То? То получается, что цена, вот это превышение цены, получается в пользу уже МУП «Дороги Владивостока». Интересно. Получается, ну, порядка 147 миллионов рублей. Это то, что получил МУП «Дороги Владивосток» от этот период, от взаимодействия с группой компании «Восток Цемент». Даже если использовать вот ту методологию, которую использовали эксперты, только исправить допущенные им ошибки. Так, еще раз, сейчас, сейчас, сейчас. Смотрите, вот вернемся к вашей первой части работы. Вот ваше заключение, там вы какую цифру нашли? Там я нашел за весь период и сравнивал со средней региональными ценами. Сколько получилось в миллионах? Получилось 342 миллиона. А когда вы перепроверили работу... А когда я перепроверил работу экспертов, то получается, у меня получилось две величины. Первое, это если просто их исправить ошибки, получается плюс 53 миллиона. А если я еще за этот период просто сравню со средней региональными ценами, но только за этот период, то получается, что МУП получил финансовый эффект положительный 147 миллионов рублей. То есть и в вашем заключении, и в экспертизе уже этой работы видно, что было не минус, а плюс для МУП «Дороги Владивосток». Да, был плюс, только если делать все правильно. Замечательно. Просто передо мной лежит ваше исследование. Я как раз открыл его на страничке, где вы проверяли поставки стройматериалов. И я вижу, что специалисты центра в половине случаев не учитывали данные. Вы приводите бетонные смеси, такие-то, такие-то, такие-то. Их, допустим, здесь 59 всего. То есть вы все 59 изучили, а специалисты центра изучили только половину из них. Это тоже не средняя цена, а выборочно средняя цена. Одна из проблем, которая на самом деле характеризует экспертное заключение, то, что масштаб исследований явно недостаточен. Понятно. Это просто один момент, который вы говорите, что они вообще не все материалы изучали. Плюс еще они не все... Это не я говорю. Ну, это я говорю, да. Это вы говорите, я вас цитирую. Точнее, это эксперты вот так построили свое экспертное заключение. Плюс еще они делали исследования не для всех кварталов, когда были поставки, а примерно для третьих кварталов. А по основному материалу, по основному материалу с вальтобетонным смесям, они вообще изучили практически только половину таких поставок и сделали свои выводы. Да. Понятно. Теперь я процитирую, что значит, вот когда вы выступили, адвокат Игоря Пушкарева попросил суд назначить повторную экспертизу и поручить ее другим специалистам государственных экспертных служб. Это было объявлено в суде, и это ходатайство было приобщено судьей. Прокурор возразил, он сказал, мы возражаем. Все эти доводы являются лишь несогласием защиты. Антон, вот прокомментируйте, пожалуйста. Есть сторона обвинения, есть сторона защиты. Эксперты стороны обвинения говорят, что МУП был в долгах, зашел в минус покупаете. Экспертиза, которую заказала защита, причем вы же там были не один, да? Там двое или трое было экспертов. Ну, когда я был, было двое, потом выступали, я уже улетел, выступали еще эксперты. В общем, три экспертизы, которые доказали совершенно противоположную сторону. Как должен был поступить судья, на ваш взгляд? Посмотрите. Андрей Иванович, я бы для того, чтобы ответить на вопрос, хотел бы обратить внимание ваше на то, что заключение эксперта и исследование или заключение специалиста, это немного разные документы. Понятно. В данном случае мы узнали, что человек был специалистом, хотя, по сути, он эксперт. Чем отличаются? Два слова. Самый основной момент, в чем отличие, что при проведении экспертизы эксперт предупреждается об уголовной ответственности, задачу заведомо ложного заключения. Специалист при проведении этого исследования об этой ответственности не предупреждается. При выступлении в суде Юрий Витальевич предупреждался об уголовной ответственности именно в части дачи показаний в суде. Но они же построены на его экспертизе, сделаны специалистом. Понятно. Но я еще раз говорю, что в чем отличие. То есть я говорю, что в чем отличие. Второй момент. Насколько мне понятно, что заключение Зеленского, назовем это, ну, заключение, да, специалиста, да? Оно, да, заключение специалиста. И в деле имеется заключение... Вот это называется ответы специалиста Зеленского. Не-не-не-не. Это вот для того, чтобы выступать в суде. А в суде находится заключение специалиста и по этим вопросам, которые я говорил. И есть еще одно исследование, еще одних специалистов, которые также, да, по адвокатскому запросу было представлено. Несколько еще. Несколько, да. Но здесь основной момент, насколько я понял, Андрей Владимирович, в том, что все эти исследования, они были представлены не в ходе, когда дело еще расследовалось. Следствия. Да, не в ходе следствия. Да, они уже были представлены и приобщены уже при рассмотрении дела. Я, конечно, не вижу ответа суда, да, на основании чего и каким образом он мотивировал, отказывая защитникам... Это вы забегаете вперед. Вот сейчас я скажу, да. Суд удалился в свящательную комнату, потом судья вернулся, заседание возобновилось. И судья зачитывает отказ в удовлетворении ходатайства с мотивировкой, что проведенная экспертиза специалистов Центра строительного Владивостокского Приморского, проведенная экспертиза соответствует требованиям, а выводы сторонних экспертов будут учитываться судом на стадии принятия решения. То есть суд отказал в дополнительной экспертизе, в повторной экспертизе. То есть я тоже хорошо помню, что экспертизу назначает суд. Если суд отказал, это означает что? Что он отмел доводы... Либо суд, либо следователь, если дело в производстве следствия. Ну вот у суда был шанс все-таки заказать. Он выслушал одну экспертизу, три других, которые камня на камне неставляют. Вообще камня на камне хороший коллабор, потому что речь идет о стоимости камня и щебня. Почему судья... Потому что мне ваше мнение интересует. Почему судья не принял во внимание выступления этих специалистов со стороны защиты? Экспертов, специалистов? Нет, видите, как тут говорится. Он-то это и принял во внимание, но он отдал предпочтение именно экспертизы, которая... Лежит в базе обвинения. В базе обвинения, и где эксперт именно был предупрежден об уголовной ответственности при проведении ее. Видимо так, я так полагаю. Но здесь какой момент? Для того, чтобы, конечно, полностью использовать все возможности защиты, было бы, конечно, на мой взгляд, опять же, более правильным, конечно, все вот эти исследования, которые вот сейчас мы имеем Зеленского и других специалистов, конечно, приобщить в ходе следствия. И уже там защитникам заявить о проведении повторной экспертизы, да, уже имея на руках данные исследования и, соответственно, ту первоначальную судебно-строительную экспертизу. Можно я поясню? Сейчас, сейчас, я думаю, что следствие тоже отказалось приобщить. Я думаю, что адвокаты выступали с этой инициативой. Следствие сказала нет. Я так думаю. Но смотрите, если это было так, то здесь следователь, в принципе, обоснованно принял такое решение. Почему? Я поясню свой ответ. Потому что данные два исследования, о которых мы сейчас говорим, исследования Зеленского и других специалистов, о них не было известно в ходе следствия. Они же были приобщены уже в суде, при рассмотрении дела в суде. Понятно. Но, опять же, в заключение, Андрей Иванович, я считаю, что, конечно, в принципе, для объективности суд, конечно, имел право и мог назначить повторную экспертизу, предоставив уже тем экспертам, которые бы проводили повторную экспертизу. Совершенно новым, независимым, я думаю, и этим не тем, а совершенно новых назначенных. Это было бы правильно. И представить и первоначальную техническую строительную экспертизу, и два вот этих исследований, чтобы на основании вот этих документов была бы проведена повторная. В этом же и суд. Это бы, наверное, сильно затянуло процесс. Может быть, в этом проблема? Ну, это время, конечно, бесспорно, и процесс бы отложился, потому что я даже по времени не могу сказать. Может быть, коллега подскажет, сколько времени было. Я, кажется, и хотел сказать, что, на самом деле, на этапе следствия, я, конечно, не следил за тем, как происходят все эти события, когда следствие, когда суд начался. То есть вы не мечтали участвовать в этом деле с рождения? Нет, естественно, к нам обратились, и так как мы, в общем-то, профессионально подходим к своему делу, мы, естественно, сказали, что мы готовы выполнить такую работу. Но я хочу подчеркнуть, что на этапе следствия, скорее всего, может быть, и невозможно было даже первое исследование, потому что оно длилось где-то там, ну, я год, наверное, там, с лишним собирал эту информацию, обрабатывал. Это же не так просто, я же не просто переехал, а мне тут же все. То есть вы, в самом деле, ездили по всему Приморскому краю? На самом деле, я не по всему Приморскому краю ездил. Где эти самые карьеры? Конечно же, да, то есть буквально я проехал себя по всем поставщикам. Ну, это, естественно, Артем. Надеждинский район, да. Надеждинский район, там, в Суссурисском я получил информацию, ну, из находки тоже прислали информацию. Поэтому, ну, по нашим, которые вблизи, я приехал себя практически по всем и получил от них информацию непосредственно, что называется, из первых рук. То есть теперь вы уже не специалист, а эксперт в этой области? Нет, я все-таки пока что, я сейчас специальный специалист. Вот, значит, я просто вот что хочу сказать, что на самом деле это все было не очень быстро. Ну, понятно, да, это время. И поэтому пока... То есть суд мог учитывать, что это фактор времени? По фактору времени, да, я просто не мог бы сделать. Наверное, там, следствие идет, мне задали вопрос, и он на следующий день принес ответ. Поэтому пока это все сделалось, уже все-таки по другую плоскость, это раз. А по второму исследованию это просто можно было сделать тогда уже, когда экспертное заключение было готово, и его нужно после еще проанализировать. Поэтому просто временной вот этот вот фактор, он не позволяет это сделать на этапе следствия, видимо. Да, я хочу сейчас процитировать еще раз прокурора. Значит, прокурор сказал, мы возражаем, все это вот защита подстроила. Но, но, Зеленский, цитирую я прокурора, вот Зеленский единственный, на мой взгляд, провел работу, сказал прокурор. Ну, спасибо за признание моего труда, да. Но, тем не менее, это получилось, как он дальше сказал, что его выводы можно использовать как научный труд, но они не имеют отношения к вопросам следователя. Что же вы так не поняли задачу? Я, наверное, могу сказать только как шутку, потому что к науке это имеет очень слабое отношение вообще. Просто использование формул. И вопросы следователя меня здесь интересуют. Перед вами же ставили вопросы не следствия, а защита. Вопросы ставила защита, но эти вопросы, они синхронизированы с тем, в чем объединяется, естественно, Игорь Сергеевич. Как мне это понять? Это я не знаю, то есть я в данном случае не могу выступить в качестве, так сказать, транслятора чужих мыслей. Мне обидно. То есть вас похвалили и тут же сказали. Нет, похвалили означает, что прокуратура признала то, что я сделал объективное исследование. Признала, похвалила и отмела. А раз она это признала, то, соответственно, мои выводы должны быть как-то учтены. Андрей Иванович, а можно вопрос специалисту? Пожалуйста. Подскажите, знакомясь с информацией о том, как рассматривается дело, насколько я понял, вот эта первоначальная экспертиза, которая была в основу обвинения положена, но опять же, если я не ошибаюсь, что эксперты, проводя исследования о ценообразовании, о том, что завышены цены, либо занижены, они брали цены не только по Приморскому краю, а по Дальнему Востоку. Нет, по Приморью только, да? Они брали по Приморью, да, они все. Я еще подчеркиваю, они брали сметные цены, которые рекомендованы для Приморского края. Но сметные цены, еще говорю, что это, во-первых, результаты некоторого расчета, как выяснилось. Во-вторых, ГУП Приморский РЦЦС, он наблюдает цены не для всех материалов. И эксперты из тех 59 материалов, которые поставлялись с 2009 по 2012 год, они из 59 материалов исследовали только 31 материал. То есть практически половину. При этом и наблюдение этих цен ГУП приводил далеко не всегда. И поэтому только в половине случаев, вот кварталов, когда были поставки, точнее говоря, в третьих кварталов вообще выпало из поля зрения экспертов, причем последнее. И еще что интересно, то, что основные материалы, которые поставлялись вот в этот период для МУП Дорога Востока, это асфальтобетонные смеси. Это 84% вот всего этого материала, всех цен сформировали поставки асфальтобетонных смесей. Так в этом случае эксперты вообще, то есть это основной материал, ему нужно было бы уделить особое внимание. Так вот, эксперты вообще изучили эту ситуацию только для половины случаев поставок. Только для половины. Давайте я еще задам вопрос, наверное, из первого класса или третьего класса начальной школы про среднюю цену. Значит, смотрите, чтобы определить среднюю цену, мы же должны взять все, допустим, все наименование материалов. Взять все и поделить там на что-то. А в вашем случае, вы говорите, они взяли только половину. Если они взяли половину строиматериалов, там 30 из 59, да, или 29 из 59, как это может быть средняя цена? Средняя цена не вообще из всех материалов, а для каждого материала средняя за квартал. То есть вот здесь, например, поставки асфальтобетонной смеси, тоже марки 1, там, тип В, они длятся в течение какого-то периода. Верно. Так вы учли вот то, что они не учли? Я-то, естественно, конечно. Решительно изменились. Решительно. Изменился ушли в плюс. Конечно же. То есть я сделал, вот я уже говорил, что я, во-первых, исправил их расчетные ошибки, когда они там делились на завышенные показатели плотности, или там неправильные, я считаю, завышенные показатели транспортных расходов. Это одно. Это просто вот исправление ошибок. Ну и НДС. Естественно, все показатели учились на НДС. А плюс еще я добавил их исследования так, как они должны были бы сделать. Есть ли даже... По их методике, да. Перед ними поставлен какой? Очень простой вопрос. Сравнить цены всех поставок, которые были в адрес МУП Дорога-Восокая, со средне-региональными ценами. В вопросе не сказано, что вы можете выбрать только цены, которые мониторит ГУП, например, РЦЦС. Вы можете для каких-то кварталов ничего не рассматривать, как захотите. Такого не было. Поэтому даже если эксперты решили, что сметные цены, они отражают средне-региональные цены, то в тех случаях, когда они такой информации и не имели, они должны были сделать то же самое, что сделал я. Пособрать информацию рыночную непосредственно от поставщиков и учесть ее. Поэтому, раз они этого не сделали, я это сделал за них. И получил радикально противоположный результат по сравнению к тому, что получили они. Я просто хочу напомнить, что в ходе этого процесса сторона защиты, когда оглашался первый документ, благодаря специалистами РЦСС, их экспертиза, был задан вопрос очень простой. А имеют ли право эти специалисты проводить экспертизу? И тогда обвинение этот вопрос сняло. Просто взял и сняло. Но к чести этих людей из РЦСС я должен сказать, что там был вопрос еще, а какой ущерб? Они сказали, что такое ущерб, вообще не рассматривали. И мы подходим сейчас к главному, наверное, что есть любопытному в этом процессе. Если даже не прав Зеленский, а правы эти люди из РЦСС, если даже МУП дороги покупала какое-то время по завышенной цене, все равно она не оплатила эти поставленные материалы. И ущерб по итогу получила не МУП дороги Владивостока, а Восток-Цемент на огромную сумму. Там почти миллиард, там 880 с чем-то миллионов рублей. Ладно. Антон, меня все-таки еще раз беспокоит здесь позиция суда. Ведь чем хорош этот процесс? Он не просто хорош тем, что там судят хорошо известных нам людей. Но то, что в ходе этого процесса мы видим какое-то странное положение, в котором сейчас работает сторона обвинения в нашем суде образца 2019 года современной России. Вот если, смотрите, было бы это уголовное дело. Есть заключение, что травмы нанесены вот такие-то, такие-то. Экспертиза говорит, нет, странная защита. Травмы другие нанесены. Ведь суд назначает экспертизу. Почему в данном случае, когда есть веские основания сомневаться в правильности методики РЦСС, в правильности выводов РЦСС этого заключения, суд не пошел на то, чтобы назначить новую экспертизу? Неужели требование времени важнее, чем требование справедливости и законности? Разве это не ставит нас в положение сомневающихся в том приговоре, в том заключении, к которому придет судья? Вот ваше мнение. Что происходит сейчас в наших судах, Антон? Вы с этим сталкивались или нет? Вы знаете, в тех судах, допустим, в которых я участвую, когда я не говорю о данной ситуации, где строительно-техническая экспертиза. Мы говорим о системе, которая происходит. Да, я говорю, в принципе, о проведении экспертиз. И там, где у меня возникают какие-то моменты, и заявляются соответствующие ходатайства, суды идут навстречу. Да, потому что для суда самое главное... Расскажите какой-нибудь пример, расскажите. Сходу. И он заволновался. Вы знаете, нет, я так просто перебираю, потому что дело не одно. У меня был вопрос, касаясь именно тяжести вреда здоровью. Ну вот я об этом и стал говорить. Да, то есть суд, вернее, в ходе следствия были... Обвинение считало, что вот так? Считало, да, одну тяжесть вреда здоровью. Хотя мотивировки, ну вот описательно мотивировочной части заключения, не совсем было понятно, из чего исходит эксперт, да, говоря о том, что именно эта тяжесть здесь. Была назначена повторная экспертиза. Правда, результаты ее остались те же. Вред подтвердился, степень тяжести, но тем не менее, да, экспертиза была проведена. Здесь мне сложно сказать, здесь бы, Андрей Владимирович, я бы смог объективно ответить на этот вопрос, если бы я видел именно вот это определение суда, именно на печатном виде, на бумажном виде, где конкретно все описано и где суд отказывает стороне защиты о проведении повторной экспертизы. Но он сказал, что будет учитывать при вынесении заключения. Как? Такое бывает? Ну, вы знаете, я такого, конечно, не встречал. Правда? Да, что именно, что есть экспертиза, есть иные исследования. То есть, вроде экспертизу признают соответствующей закону, скажем так, и иным документам, да, а те исследования будут учитывать. Дело, вообще, всегда позиция суда, и не только Тверского, а любого суда, да, это объективность. То есть, вынести объективное решение, и чтобы суд сам пришел к этому, да, на основании всех доказательств. Поэтому, конечно, здесь бы было бы, конечно, очень хорошо, если была бы назначена повторная экспертиза. Причем эксперты, которые бы проводили, исследовали бы не только первоначальные все документы, да, по ценам, а также и проведенные исследования, и экспертизу других. Ну, конечно же, потому что там достаточно много материала для них полезного, потому что я собрал уже всю эту информацию, которую они должны... Научный труд, сказал прокурор, да. Да, прокурор признала. Поэтому для них было бы, на самом деле, в этом смысле проще. Смотрите, я даже сравню еще раз вот с уголовным процессом. То есть, представьте себе, что судят человека за убийство другого человека, а обвинение говорит, что да, он убил, убил мерзавец топором, разрубил на части, не знаем, где закопал, но убил это точно. А сторона защиты вдруг приводит этого человека и говорит, да нет, вот он живой. Вот он живой, его не убили. А судья говорит, даже экспертизу не будем назначать, что он живой. У нас есть мнение защиты, вернее, обвинение, что он топором разрубил на части. А вы, Андрей Владимирович, обратили внимание на те цитаты, которые вы приводили из зала судебного заседания, о том, что суд очень лаконично ответил. То есть, он говорит о том, что первоначальная экспертиза, она, ну, грубо говоря, я уже своими словами скажу, соответствует закону. То есть, имеется заключение, оформлено документально. То есть, понимаете, как это, я почему обращаю на это внимание, очень лаконично ответы прозвучали. Но мы не знаем, это мы сейчас читаем в пересказе корреспондента. То есть, здесь суд не дает оценку, пока он не дает оценку выводам. Он дает оценку оформлению. То есть, с точки зрения оформления, да, сделано все в соответствии... Можно я достаточно добавлю, потому что, на мой взгляд, ну, можно просто приложить листочек, написать там экспертиза и в конце написать виновен, и все. Ну, поэтому, вроде как, да, название экспертиза. Ведь суть-то, в том числе и моего исследования, которое было, да, и плюс еще, насколько я знаю, других экспертов, они показали, что экспертиза, она не дала ответа на поставленные перед ней вопросы. Но я же проводил простые примеры. Вас спрашивают про цены, вы добавляете НДС. Вас просят сомнить все поставки, цены всех поставок со среднеорегионального уровня цен. А вы этого не сделали. Да, там же, кроме вас, Юрий Витальевич, был эксперт Минюста нашей страны, да, очень уважаемая дама. Да, но я только не слышал, естественно, ее выступление, не знаю. Так вот, я скажу, что эта дама сказала, что вот специалисты РЦСС, которые здесь сделали экспертизу, они, возможно, некомпетентны. Но выступил прокурор, сказал, да, сама она некомпетентна. Понимаешь, что у нее другое мнение. Вот эта вот оценка такая, нравится, мне не нравится. То есть суд, получается, оценивает позицию, но не фактуру. Вот что меня расстраивает в данном деле больше всего. Если мнение со стороны обвинения, оно там подкреплено следственными действиями, то оно уже изначально более весомое, чем то, что делает почему-то сторона защиты. Вот, Евгений Александрович, когда вот вы выступали в суде, просто вот ваши впечатления какие? Ну, мои впечатления, во-первых, я еще хочу подчеркнуть, что у меня моя позиция сформулирована не в виде слова против слова. Моя позиция, она основана исключительно на фактах. Объективные, совершенно научные исследования. Да, то есть там, скажем, моего субъективизма очень мало во всем этом. Цифры. Когда есть математика, тогда трудно. Очень просто. Есть первичный материал, который, естественно, невозможно подделать. Есть его простейшая математическая обработка и получены некоторые результаты. Поэтому в этом смысле... То есть вы клянетесь, готовый шляпу съесть, что ваше заключение специалиста невозможно обоевать? Ну, я всегда на этом стою. Опровергнуть невозможно, потому что как можно опровергнуть прайс-лист, который предоставил мне проставщик материала. И математику. Если есть вопросы, я уже там, судей сказал, что все вопросы к Пифагору, которые, собственно, к Пифагористам, которые там это... Это школы изобрели. ...счисления, да, изобрели. Да, арифметически. Поэтому здесь мое заключение, считаю, объективное. Поэтому это не вопрос, скажем, одно слово против другого слова. Факты против слова. Я об этом и говорю, да, методика, методика. То, что, значит, эксперты, прокуратура говорила по отношению к другим специалистам, я еще раз говорю, что не могу комментировать, потому что я не знаю, как они выступали. Меня там уже не было. Ну, а к вам были вопросы? Но ко мне вопросов особых не было, потому что, ну, вот впечатление. Во-первых, судья слушал меня, прокуратура слушала меня, да, в общем, не перебивали. Ну, и я так понял, что слушали внимательно, потому что это был и рассказ словесный, и показ картинок, там, графиков и всего остального. Все мое выступление сопровождалось презентацией. Да, это были слайды, которые показывали все сделанные мною выводы. А потом, значит, когда были вопросы уже, ну, я в день выступал, потом, значит, через день, ну, это по регламенту, как придется судебное заседание, я отвечал в первые половины дня на вопросы прокуратуры. И вопросы были просто уточняющие. Вот поясните там по поводу НДС, как вот это, мы правильно вас поняли, да, правильно? Я объясняю, почему НДС не надо учитывать. А какую методику вы использовали для того-то и для того-то? Вот такую-то методику. Тут вы про Пфагории сказали, что собираем все и делим? Ну, где-то было такое сказано, да, в ответах на вопросы, потому что, ну, нужно было как-то тоже, чтобы ситуация была не напряженная, а было, так сказать, немножко, внимание было сосредоточено на ответах, а не на каких-то там контр-выпадах и прочем. Да, на пикировании. Да, на пикировании. И поэтому это, в общем-то, удалось, и мы говорили совершенно нормально, спокойно. То есть уважительные были отношения? Отношения были совершенно уважительные, да, вопросы были простые, понятные. И ответы, я надеюсь, на них были даны простые тоже и понятные. И поэтому никаких сомнений в голосе прокуратуры или прокурора я не услышал. Ну, просто беда в том, что кто-то же со стороны обвинения в этом же процессе просто элементарно спутал прибыль и доход. Ну, это разные вещи, конечно же. Вот, видите, вы сразу говорите. А для него это было примерно одно и то же. Нет, ну, я 100 рублей получил, но я получил преподател 90 рублей, а потом прибыль у меня 10, а не 100, в 10 раз меньше. Это элементарные вещи. Антон, ну, вот ваше мнение. Все-таки еще расскажу. Осталось, что вот сейчас идет выступление главного обвиняемого, да? После этого будут... Это уже премия? Нет, это допрос обвиняемого. Это еще пока допрос. Это стадия судебного следствия. И вот сегодня как раз со стороны обвинения, видимо, будут вопросы. И со стороны защиты, кто будет допрашивать сегодня Игоря Сергеевича Пушкарева? И те, и другие будут вопросы. Ну, все участники, да. И часа выступал. Да. Обычно допрос обвиняемого в суде строится таким образом. Сначала предоставляет суд возможность обвиняемому высказать все по существу предъявленного обвинения, все, что он желает и считает необходимым пояснить. Затем ему задаются вопросы участниками процесса. Вы не посмотрели его выступление? Не успели еще? Нет, посмотрел тот на период пятницы, да, по-моему. Потому что сегодня будет продолжение, если я не ошибаюсь, его допроса. Да, там был очень подробный допрос, конечно. Его выступление было очень подробно. С цифрами, да, да, да. Но я смотрел не в видео, а уже в напечатанном, так скажем. Да, стенограмму. Ваше впечатление? Это ему можно верить, главному нашему обвиняемому? Вот он попытался объяснить, что происходит на самом деле. Что не было ни взяток, не было ни его попытки на посту мэра заработать на каком-то там мупе, дороге Владивосток. Вы ему верите или нет? Андрей Владимирович, я... Проблема веры, она же краеугольная тоже может быть, кроме есть улик, еще есть проблема веры. Вы знаете, я ознакомился вот с тем допросом, с той частью, да, с которым... И вот мое личное мнение, допрос очень логичный, последовательный и, в принципе, понятен, да, несмотря на весь свой объем. Здесь, знаете, здесь, наверное, у большинства, в том числе, может, и у меня, возникает просто вот в этой всей ситуации один вопрос. То есть, а для чего вообще Игорь Сергеевич это делал, да, вгоняя свое предприятие в такие большие долги? Для чего? Просто меценатство или... Сейчас, секундочку. Цель была какая, именно? Если я не ошибаюсь, когда первоначально еще не было судом, но уже шло следствие, в одном из заключений следователей была такая странная фраза, что он хотел тем самым понравиться жителям города Владивостока, чтобы снова переизбраться. Я сейчас не вручаюсь за точное цитирование, но вот этот момент следователь тоже ухватил, он тоже не понимал. Можно я тоже скажу? Пожалуйста, конечно. Я, конечно же, на самом деле не могу комментировать все вопросы судебные, потому что моя задача была достаточно узкая. Но я тоже посмотрел, естественно, выступление, потому что теперь мне интересно, как развиваются события. И для меня, например, понятно следующее, что вот та позиция, которую высказал Игорь Сергеевич, она объясняется моим исследованием. Да, в действительности он продавал дешевле. Зачем? Для чего? Ну, понимаете, тут сравнивайте, кто-то покупает Челси на якобы заработанные деньги, а кто-то вкладывает деньги в город. Что лучше? Или что там плохого? Давайте тогда всех, кто купил Челси или какие-то другие там футбольные клубы наши, тоже будем судить. Смотрите, даже если он вкладывает деньги в город себе в ущерб и хочет, чтобы после этого его город избрал мэром еще раз, губернатором. Насколько я понимаю, смотрите, Андрей Владимирович, я видел, естественно, там эти данные, которые мне предоставляла ДВЦ Мент, у них взаимодействие с МУП Другой Владивосток, это там порядка 3-5 процентов, по-моему. От общего объема. Да, от общего объема. Ну и мне вот эти данные были предоставлены, потому что я сравнивал с тем, как поставлялись материалы и другие организации. И поэтому на этом фоне вот это вот там... То есть общинкой выделки не стоило. Ну, когда, например, там у вас оборот, там я же не знаю сколько, там 60-100 миллиардов, но 1 миллиард можно потратить на какие-то благие цели. Да, может быть, и хотел политических каких-то решений, но что в этом плохого? Нет, видимо, скорее всего, это этим-то и можно только объяснить. Это некий политический ход для дальнейшего избрания, может быть, на пост главы города, а может быть и не только на пост главы. Поэтому, в принципе, да, если человек, правильно вы сказали, если человек имеет возможность тратить такие деньги, он имеет их, ну, конечно, это уже его право. Там в его выступлении была любопытная деталь, он впервые, наверное, публично сказал, что когда он даже не думал избираться на должность главы города Владивостока, ее пригласили в Москву, и тогдашний руководитель администрации президента предложил ему поучаствовать в этих выборах, Игорь Сергеевич с гордостью говорит, и я один из немногих глав администрации победил в первом туре. То есть у него был такой политический момент и желание стать политиком, но то, что он при этом не оставил бизнес, возможно, это его и сильно подкосило. Ну что ж, на сегодня наше время истекло, но процесс еще продолжается. Впереди самое интересное, прение и потом вынесение уже приговора, и нам будет что обсудить. Юрий Витальевич, я безмерно вам благодарен, что вы и сделали исследование, и очень хорошо, внятно, понятно рассказать. Ну, я старался сделать все честно. И Антон, и вам благодарен. Спасибо, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok